В эти первые сентябрьские дни на рисовых полях Кубани в активную стадию вступает битва за урожай риса, который по праву называют белым золотом Кубани. В выращивании этой культуры лидирующие позиции занимает наш район. Перед началом уборки Славянск принял аграриев рисосеющих территорий Кубани на совещании, которое провел министр сельского хозяйства края Федор Дерека. Обсуждались перспективы развития рисоводства. Начало сентября. Время уборки риса. В чеках спущена вода, а рисовые колосси с каждым днём становятся всё тяжелее, готовясь белым золотом потечь в закрома Родины. Ежегодное предуборочное совещание в этом году выпало честь принимать Славянскому району. В программе совещания значилось обязательное посещение рисосеющего предприятия. Краевые власти отправились с визитом в одно из успешных сельхозпредприятий района – общество с ограниченной ответственностью агропромышленную фирму «Кубань». Её земли расположены на территории протокского сельского поселения, а общая площадь составляет более 8 тысяч гектаров, шесть из которых – пашни. Более 50% в этом году засеяны рисом. Виды в этом году на рис неплохие. Если погода не подведёт, то надеемся, поставленную задачу перед нами, у нас план 70 сантиметров с гектара, надеемся, что мы должны выполнить. Залог успеха не только в погоде, которая в этом году к рисоводам была благосклонна, но и в соблюдении агротехнологий, а также использовании урожайных сортов кубанской селекции. И, конечно же, в профессионализме работников, от которого зависит не только успех выращивания сарацинского зерна, но и успешная его уборка. Труд работников на предприятии ценят, оттого и уровень зарплат тут один из самых высоких среди рисосеющих предприятий района. Потому губительной для любого предприятия текучки кадров в Кубани нет. Осмотрев поля агрофирмы, министр сельского хозяйства края Фёдор Диека дал высокую оценку предприятию. «Предприятия идут правильным путём. У них высокая культура земледелия, высокая организация труда на местах. Средняя заработная плата по хозяйству – 50 тысяч рублей. Это наивысшая заработная плата для сельской территории, для сельхозпредприятий, именно для этого района». На совещании, в котором приняли участие главы районов, специалисты Минсельхоза края, представители отраслевых ведомств, руководители предприятий, учёные, замминистра сельского хозяйства края Михаил Тимофеев доложил, что хозяйства Кубани обеспечены всеми ресурсами, необходимыми для успешной уборки риса. Обсудили также вопросы господдержки. Как отметил Фёдор Дирека, второй год подряд для кубанских рисоводов предусмотрены существенные субсидии по двум направлениям. 200 миллионов рублей на возмещение части затрат, связанных с подачей и отводом воды на рисовой растительной системе, и 15 миллионов рублей на приобретение элитных семян. В целом, это на 30% больше, чем в предыдущем году. Министр напомнил, что перед аграриями региона стоит задача по увеличению производительных показателей в рисоводстве. В июле принят краевой закон, который требует соблюдения на чеках всего оборота. Подводя итоги совещания, глава Славянского района поблагодарил присутствующих за участие и пожелал рисоводам Кубани благоприятной погоды и высоких урожаев. Это совещание – это хорошая площадка для обмена опытом, где была возможность у нас послушать и науку, была возможность послушать непосредственно руководителей предприятий, обменяться опытом, задать вопросы, может быть, даже где-то на острие. Я уверен, что это приведет к определенным результатам. Хотел бы, конечно же, пожелать, правильно было сказано, дождей не рано или поздно пойду, пусть они пойдут в ноябре месяце, потому что сейчас они вам и нам точно уже не нужны. Всем пожелать успехов, удачи и всего самого доброго. Спасибо. Уборка риса уже стартовала. За 25 дней аграриям предстоит собрать урожай с площади 117,3 тысяч гектара. По прогнозам, урожайность и воловой сбор культуры в этом году будет выше прошлогоднего. Остается уповать на то, что погода и дальше будет продолжать благоволить рисоводам.